BMW 328 Hamash Автомобиль, который вы видите на экране, представляет собой концепт, созданный специально для ежегодного конкурса элегантности в Италии. Своим творением бренд решил напомнить о спортивных автомобилях, которые BMW выпускала в 30-х годах прошлого столетия. И действительно, несмотря на то, что общий вид у концепта крайне футуристичный, в его чертах все же улавливаются отголоски былых времен. Если быть совсем точными, то показанный концепт переосмысления BMW 328, двухместного родстера, когда-то крайне популярного у гонщиков. Старая модель изготавливалась из алюминия и магния. Чтобы сыграть на контрасте, дизайнеры 328 Hamash выбрали в качестве основного материала углепластик. Он, кстати, прочнее алюминия, но одновременно и легче. Из других интересных особенностей можно назвать полное отсутствие дверей. Это решение позволило повысить жесткость машины и снизить общую массу. Приборной панели как таковой нет. Вместо нее два подключенных к машине айфона в специальных корпусах. Они выполняют роль GPS-навигатора и секундомера. Информация о технических характеристиках, равно как и о динамических, не разглашалась. В конце концов, это всего лишь концепт, созданный в единственном экземпляре, чтобы порадовать публику и продемонстрировать уникальный дизайн. Доподлинно известно лишь то, что под капотом находится трехлитровый шестицилиндровый двигатель. Пагани Уайра Перл Впервые этот уникальный автомобиль был показан миру в мае 2016 года. Если говорить о Пагани Уайра в целом, то число подобных спортивных машин в мире не превышает 20 штук. Жемчужина же была изготовлена в единственном экземпляре специально для покупателя из Объединенных Арабских Эмиратов. На момент выпуска производитель не стал разглашать информацию о технических характеристиках. Поэтому любопытным оставалось лишь строй догадки, основываясь на данных об обычной Пагани Уайра. К несчастью, уже в июле 2016 года в интернет просочилось фото разбитой машины после серьезной аварии. Однако бренд решил прийти своему заказчику на помощь. В марте 2017 года стало известно, что машина была полностью восстановлена. Однако исключительно на ремонте производитель не остановился. Жемчужина была усовершенствована как внешне, так и внутренне. Во-первых, она получила новые аэродинамические детали. Во-вторых, были наконец обнародованы обновленные технические характеристики. В движение машину приводит 6-литровый твин-турбомотор B12 мощностью аж 1350 л.с. Коробка передач 7-ступенчатая, вес 1218 кг, что меньше, чем у стандартной Уайра. Кроме того, специально для жемчужины была изготовлена уникальная подвеска из авиационного алюминия. До сотки машина разгоняется за 2,2 секунды, а до скорости 300 км в час всего за 14 секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каждая деталь в Toyota LQ от колес и до сидений в салоне уникальна и необычна. Вместо привычной приборной панели — дисплей дополненной реальности, который создается при помощи специального проектора. Вместо стандартных систем и механизмов — искусственный самообучающийся интеллект. Производитель заявляет, технология создает эмоциональную связь между человеком и машиной. Ее основная идея звучит так — учиться, расти, любить. Компьютер распознает людей в автомобиле, определяет привычки, предпочтения и делает все для достижения максимального уровня комфорта и безопасности. Присутствует автопилот, благодаря которому машина двигается без участия человека. Автомобиль общается с пассажирами и водителем при помощи коммуникационной платформы и встроенного освещения. Так, например, машина способна проанализировать состояние дорожного покрытия, а затем доложить о нем. Toyota LQ — это электрокар, который на одном заряде проезжает до 300 км. Bugatti Chiron 2.0 Этот автомобиль был оттюнингован немецкой фирмой Mansori. Ее специалисты занимаются модификацией машин класса «Люкс». Обновленная Bugatti Chiron получила имя «Сентурия». Среди интересных особенностей — переработанные бамперы и боковые юбки, воздухозаборник на крыше, двухуровневое антикрыло. Дизайн автомобиля был усовершенствован таким образом, чтобы при желании можно было увеличить общую мощность. Обратите внимание на литые диски, разработанные специально для «Сентурия». Они отделаны углеродным волокном и эффектно дополняют образ автомобиля. «Ламбо» V12 Vision Gran Turismo Последний уникальный автомобиль, который мы сегодня покажем, был впервые продемонстрирован публике относительно недавно. Премьерный показ состоялся во время финала чемпионата Gran Turismo Sport в ноябре прошлого года. «Ламбо» V12 Vision Gran Turismo является геймерской версией автомобиля. Дизайн специально разрабатывался таким образом, чтобы машина понравилась новой молодой аудитории. Но давайте по порядку. На всякий случай уточним, что Gran Turismo — это серия гоночных видеоигр для игровых консолей. «Ламбо» V12 Gran Turismo — автомобиль, который уже этой весной сможет принять участие в виртуальных гонках. Что же касается машины, которую вы видите на экране, то это ее реальный прототип, призванный привлечь к бренду, а также к игре, как можно больше внимания. Стоит отметить, что «Ламбо» V12 Vision Gran Turismo является концептом, так что информация о технических и динамических характеристиках не разглашалась. Тем не менее, мимо автомобиля сложно пройти, он приковывает взгляд и внимание. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете!